Мы берем два кусочка ткани, складываем их изнаночной стороной внутрь, совмещая верхние срезы. Отступив от края 5-7 миллиметров, проводим линию мылом или мелочком. По этой линии соединяем деталь. Выполняем наметку швом вперед иголку. Мы выполнили наметку швом вперед иголку. Длина стежка 7 миллиметров, расстояние между стежками 7 миллиметров. Теперь мы должны сточать на машине по намеченной линии. Опускаем иглу в ткань. Опускаем лапку. Выполняем строчку. Мы выполнили первый этап двойного шва. Теперь мы должны удалить наметку. Теперь мы должны вывернуть наш шов лицевой стороной внутрь. И выполнить таким образом шовчик, чтобы у нас не было наплыва на ребре. Скалываем булавочками. Стараемся выполнить так, чтобы у нас шов не захватывался с лицевой стороны. Скололи булавками, проверяем. Теперь выполняем наметку. Швом вперед иголку. Наметываем. Мы выполнили наметку швом вперед иголку. Наплыва ткани у нас на ребре нет. И ширина шва 7-10 миллиметров. Теперь мы должны выполнить сточной шов. Кладем ткань под лапку. Опускаем иголку. Опускаем лапку. И выполняем строчку. Удаляем наметку. Вот получился у нас двойной шов. Это изнаночная сторона, а это лицевая. Отутюживаем. С помощью двойного шва у нас выполняются особо прочные швы. Например, швы бельевые для наволочек, для пододеяльников. Продолжение следует... Редактор субтитров.